есть машины кони а есть машины пони всем привет с вами авто мпс с проектом пообещай любимой и сегодня мне пообещали самый маленький в мире внедорожник поехали кататься я вам сказал что они доставаем от руками давайте знакомиться салоне салоне довольно деревянно но это же автомобиль не предполагающий комфорт а как раз совершенно для других условий но подожди он стоит как нормальный автомобиль больше чем максимально оснащенный ospatriot но окей да он дороговат миллион триста за эту крошку ну просто потому что мы живем в россии это много у себя на родине она стоит вполне вменяемые деньги маленький автомобиль зато смотри какой удобный перчаточный ящик там еще внутри есть отсек и кстати это юсб разъем это штатное оснащение автомобиля это не опция неожиданно в таком автомобиле тут вообще многое неожиданно например знаешь где подогрев пассажирского кресла где нет нет нажимаешь одну кнопочку и два сиденья сразу греют оптимизация у джимни на самом деле есть всего один серьезный недостаток мало места нет у него не отключается система стабилизации отключается до скорости 30 км в час что неудобно в более простых версиях там все проще и там есть фи можно отключить единственная возможность прокатиться с ветерком это включить понижайку соответственно кататься на скоростях до 60 70 в час поэтому держи секундомер 3 2 1 пошли там все равно что-то помигивает на панели но в принципе она мне не мешает не мешает этому коротенькому автомобилю это легко разворачивается главное чтоб не переворачиваться короткая база мне кажется опасность и есть и высокий центр терраси есть посмотри как он уходит за на жестко подключен передний мост примерно как на уазике сейчас он похож на уменьшенный масштабе уазик ну или если кому-то очень хочется но уменьшены в масштабе геленвая рука длинноват и разумеется пустоват и финиш 48 по сильно хочешь попробовать да конечно хочу 21 пошли я считаю что на серьезном внедорожнике надо есть именно с суровым лицом потому что в противном случае тогда зачем он в городе постоянно приходится печку корректировать туда-сюда у нас не шипованные колеса и конечно кто-то добавляет 47 89 мне кажется ты меня обманул на мелких жестких неровностях машинку сильно потряхивает машина вызывает два спорных чувства это умиление из-за своих компактных размеров но при этом обладают очень хорошими внедорожными качествами вообще управление очень похоже на него ощущение руля очень закрыть глаза и можно подумать что-то дними единственное в этом автомобиле что напоминает нам о том что мы все таки в 21 веке уже это магнитола вот она уже сделана цветная тачи кран эх я жму жму а он не едет маленький со старта очень приемистый двигатель но дальше старта уже проблемно спидометр разлинеет до 180 но мне кажется это ребята нереально вы слышите как она старается вот она я маленькая лошадка но стою очень много дней и я везу свою большую я в эту машину влюбилась он конечно очень жестко он даже жестче чем не вы и вот по тряскости почему бы вода подвеска жесткая до мелкие неровности чувствую себя как швейной машинке но у него другие качества мне очень нравится как он сделал это вот это настоящий японский кстати он действительно японской сборке то есть как-то привыкли из детства что автор с полным приводом с раздасткой с мостами и так далее у него все должно очень плохо включаться все должно выйти стонать дребезжать дрожать то есть это должен быть какой-то драндулет у этого кроме подвески нет больше никаких поводов называть его драндулетом то есть трансмиссия работает бесшумно повышенный ряд пониженный ряд причем двигатель очень тихий ты слышал как он работает когда мы стоим просто его почти не слышно здесь его везде слышно но он просто такой как игрушечный но он не тихий хорошо звукоизоляции от дороги конечно совсем нет и ты слышишь все камни которые прилетают тебе в дно ну меня это не смущает смотри в ази тише в ниве дикий гул в ниве дикий гул в ниве ужас а уаз современный тише два человека вполне могут себе отправиться в комфортное путешествие куда-то в леса с палатками по бездорожью либо на рыбалку и если выкинуть задние сиденья они не будут испытывать проблем с багажом ну только если их двое ну только да если их двое кстати пока мы совсем не увязли в снегу и пока еще не слишком далеко добрались в лес у меня есть предложение так оценить задний ряд сидений ну давай попробуем впереди так например неудобно у меня не самый большой рост и я не могу отодвинуть сиденья до упора то есть я отодвигаюсь до упора назад а мне хочется еще на щелчок а лучше на два назад ну мне хватает высоким людям здесь будет тесно и в локтях ну ограничено очень прям очень ну что поделать пойдем назад ну что мне места достаточно у меня еще сантиметров 10 даже 12 до переднего сиденья на тебе я вижу тесно вообще не то что тут я просто пошевелиться не могу зато очень надежно мы можем ездить по-любому бездорожью я точно знаю что я никуда не денусь до головы там ну не знаю 3-4 сантиметра а сзади спинка тут вроде бы даже есть подголовник очень удобно если меня кто-нибудь попросит протереть стекло не знаю оно запотеет еще что-то я могу прямо отсюда да можно из салона мне такое ощущение что есть ручка да из салона можно открывать багажник непонятно зачем это нужно потому что никого посадить в багажник невозможно ну нет если убрать вот эти сиденья то в принципе они складываются правда не получается ровного пола но ну вот возить тут сзади можно кого-то тут очень небольшого очень аскетичный автомобиль классный первый раз когда я сел в этот автомобиль я очень удивился мало того что о его ширине сразу намекает блок электростеклоподъемников они расположены друг за другом два стеклоподъемника для того чтобы уменьшить ширину я как-то по привычке так попытался сидя за рулем положить руку на на подоконник и она соскальзывает потому что подоконник вот такой вот ширина здесь сзади кстати тут вот тут даже удобный такой подлокотничек тут есть подстаканник собственно достаточно большая ниша сюда можно чего-то накидать тут все по честному все настоящее но очень маленькое ну что поехали поехали никакой доплаты быть не может нас абсолютно в максимальной комплектации с как бы кожаным салоном но по-прежнему без климат-контроля надо понимать цель этого автомобиля это машина для отважных парней которые привыкли к суровым испытаниям для них есть превосходный УАЗ вот я уверен что УАЗ это новый мужской автомобиль ну вот сядет так и у них мой трактор не вытащит машину а этот пушинка подняли втроем и понесли ты правда думаешь что не застрянем? доверимся? давай по-моему ты уже или ты должен не идти нет он справится малыш живней видишь какой он потрясающий но ты понимаешь мы съехали на 2 метра в сторону но ты уже успела испугаться да там был двухметровый сугроб ты подумаешь Джим не легко справился с ним еще раз смотри еще одна дорога есть готова? она для лыжника боже я просто хочу сегодня домой ну и все если я выйду она будет легче да он красавчик нет 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 Игорь не то мы герои все таки он застрял господи так глупо ты предатель он застрял еще стоя на дороге ты съехал просто с дороги я за рулем настоящего серьезного как ты говорила внедорожника малыша который везде проедет я считаю только твоя вина пойдем пробовать у меня не открывается Джимни не посадит господа мы попали ни у кого там трактора нет присылайте и все равно джимни лучше всех с вами был блог авто мпс подписывайтесь на наш канал а